Могут ли продажи автомобилей стать лучиком надежды для еврозоны? Добрый день, вы смотрите Dukascopy TV с пятничным выпуском программы обзор прессы. Новые данные отмечают, что в сентябре объем автопродаж подскочил на 6,1%. Согласно статистике Ассоциации европейских автопроизводителей, что появилось в пятницу в сентябре количество вновь регистрируемых пассажирских автоп ЕС и странах, которые входят в европейскую зону свободной торговли, подскочило на 1,269,000 транспортных средств от уровня 1,196,000 в прошлом году. Еще в 2013 году весь авторынок Европы достиг своего дна, отмечая завершение шестилетнего сокращения. Рост сейчас отмечается уже 13 месяц подряд. Данные от Европейской Ассоциации производителей автомобилей показывают, что повышение курсов акций особенно отмечается на рынках Германии, Франции и Великобритании. Объем продаж в Германии на самом крупном региональном рынке и родине Вольксвагена, Даймлера и BMW вырос на 5,2% до уровня 260,066 моделей. На втором месте в Великобритании, а третье место досталось Франции. Производители автомобилей, включая Volkswagen и Fiat Chrysler, попытались оживить экономику региона с помощью скидок с цен, что успешно сказалось на продажах машин. Брайан Уолтерс, вице-президент автомобильной исследовательской компании Jato Dynamics, сказал, что отрадно видеть еще один месяц восстановления Европы, особенно дальнейшее укрепление рынка в пяти важнейших странах региона в сентябре. Впрочем, скачок в продажах появился на фоне мрачных перспектив для еврозоны. Крупком восстановлению по-прежнему угрожает слабая уверенность и геополитическая неопределенность России и других регионах. На прошлой неделе МВФ увезал свой прогноз на рост объема ВВП стран еврозоны, предупреждая о наличии риска рецессии. По мнению Франка Биллера, аналитика LBBW в Штутгарте, ситуация сложная, но цифры показывают, что мы не увидим резкого прорыва продажа. Всем известно, что восстановление экономики в целом выглядит довольно шатким, что означает рост цен маловероятным, так что потребители воздерживаются от покупок. Это и сдерживает восстановление рынка автомобилей. Так что это лучик надежды на восстановление экономики еврозоны. Но до полного восстановления предстоит еще длинная дорога. Вот и вся информация. Приятных вам выходных!